Итак, друзья, всем привет! Продолжаем разбираться с фотошопом и сегодня мы поговорим, как вставлять фотографии, вводные знаки, копирайты, логотипы и подобные вещи. Если копирайты и логотипы вещь довольно спорная, нужны они или нет, то вводные знаки иногда нужны, особенно когда вы отдаете каким-то подозрительным смотным клиентам фотографии на выбор и чтобы они не могли их использовать без вашего ведома. Ну и разберемся, как сделать так, чтобы фотошоп сам все это вставил в большое число фотографий без вашего участия. И сначала мы разберемся с вводными знаками, проще всего это сделать на любой фотографии, чтобы было нагляднее, понятнее, как это будет в итоге. Открываем любую фотографию, желательно большого размера, потому что под маленькую оно само автоматически потом будет подстраиваться. Вводным знаком может быть что угодно, хоть надпись какая-то, хоть изображение, но для себя я вижу основное использование вводного знака, когда вы отдаете материал на отбор каким-то ненадежным клиентам и необходимо, чтобы они не могли им пользоваться без вашего ведома. Поэтому я обычно пишу вот такое, что оно не оплачено, ну либо любое другое, какое вам кажется уместным здесь слово, надпись что угодно. Сейчас я сделаю заготовку, Ctrl J с Shift в сторону, Ctrl J с Shift в сторону, еще раз. Вот у нас, допустим, одна полоса будет. Выделю все эти четыре слова и объединю Ctrl E. Сделаю Ctrl J, продублировал сразу их четыре все. И допустим так. Выделил оба слоя, нажал Ctrl E, теперь Ctrl J и опускаю еще сюда теперь. Можно остановиться на этом, можно сделать еще больше здесь уже по желанию. Кто-то пишет одно слово просто так по диагонали, как хотите, так и используйте это. Продублирую и еще опущу ниже. Объединяю слои, можно еще Ctrl T нажать, и чтобы как часто бывает, чтобы они немножко по диагонали у нас шли. Как хотите, так и делайте. И меняем прозрачность этого слоя, допустим, вот так. То есть здесь мы выбираем прозрачность по вкусу, но нужно сделать так, чтобы это не мешало просмотру, не мешало восприятию качества фотографии, но при этом и нельзя было воспользоваться. На самом деле даже можно еще поменьше сделать, потому что все равно уже что-то здесь стирать, это очень проблематично, особенно если это обычные клиенты, не фотографы. После этого я удаляю фотографию, у меня остается только один единственный слой с этой надписью. И сохраняя его, сохранить как? Обязательно, чтобы был формат Photoshop, назовется он не оплачено. И здесь самое важное, выбрать место, куда оно будет сохранить, перетаскивать с этого места нельзя. Я, для примера, сохраню на рабочий стол. На практике лучше сохранить его в каком-то другом месте, чтобы вы его не удалили, никуда не перенесли, потому что пресет будет очень привязан к тому месту, где он расположен. Если вы перенесете расположение вот этого шаблона куда-то на другую папку, в другой диск, то уже пресет работать не будет. Ну а дальше все просто. Теперь нам нужно создать пресет. Создаем новые операции. Если их нету, то вот здесь вот окно, и здесь выбрать операции. Они у вас появятся. Стандартные можно удалить, они бесполезные. И создать свою папочку, и здесь я создаю пресет, пусть будет не оплачено. И все, сейчас у меня идет запись пресета. Единственное, что я в этот пресет пропишу, это я кидаю прям поверх сюда, мой файл не оплачено. Все, Enter. Он у меня присоединился. И я выключаю пресет. И теперь у меня все это будет занимать очень мало времени. Когда у меня есть папка с фотографиями, которую мне нужно куда-то послать, я захожу в файл, сценарий, обработчик изображений. Открывается вот такая штука. Здесь я выбираю выбрать папку, в которой лежат мои фотографии. То есть те исходники, которые я буду посылать. А здесь я выбираю выбрать папку, куда сохранять фотографии уже вот с этой вот надписью не оплачено. Сохранить в JPEG стоит. И качество, опять же, чтобы они меньше весяли для посылки, чтобы их точно нельзя было использовать. Допустим, там на пятерку можно поставить, даже меньше еще. Нажимаю выполнить и иду заниматься своими фотографиями. Фотошоп все сам за меня сделает. И когда я приду, у меня будет папочка со всеми этими фотографиями, на которых написано не оплачено. А если нам необходимо вставить копирайт фотографии, то есть подпись, кто автор фотографии. По правилам копирайт вставляется в нижний правый угол и по вертикальной стороне. То есть должно быть так. Либо фотограф, либо просто фамилия и имя. Ну, допустим, фотограф. По правилам копирайт должен быть прям небольшим. Его не должно быть заметно, пока человек намеренно не стал искать. То есть у него и должна быть и маленький шрифт, и слабая прозрачность, чтобы это не отвлекало от фотографии. Вот такая надпись у нас получается. И должна она разместиться вот здесь по вертикали. Но прежде сделаем небольшую заготовку, потом будет понятно, для чего это. Перед надписью фотограф я поставлю точку, сделаю два отступления от нее. И потом опущусь на одну строчку вниз, и тоже здесь поставлю точку, и вот так оставлю. Позже будет понятно, для чего это нужно. Теперь я нажимаю Ctrl-T правой кнопкой и поворот против часовой стрелки на 90 градусов. Стрелкой перемещаю вот сюда. Вот здесь у нас должен находиться вот так копирайт. В нижнем правом углу даже прозрачность можно сделать еще поменьше. Но сейчас не получится сделать, как в прошлый раз. Взять, удалить нижний слой и сохранить готовую страницу, потому что в зависимости от пропорции фотографии, в зависимости от ее размеров, если у вас будут немножко другие пропорции, копирайт будет оказываться в разных местах при автодобавлении. Поэтому здесь придется сделать немножко другим способом. Мы можем, в принципе, где угодно вообще оставить этот копирайт. И нам необходимо рамочку подрезать примерно под него. Нажимаем Enter, и все у нас хорошо. Хорошо, теперь нижний слой мы скрываем, его можно прямо удалить. И я сохраняю это как копирайт, копирайт, какое-нибудь название, обязательно в PSD формате. Нажимаю сохранить, все. Логика та же самая, нам необходимо сохранять какое-то надежное место, откуда мы не будем перемещать его. И теперь нам нужно прописать пресет. Создаем новый, назову его копирайт. Все, у меня Enter нажал, красная кнопка говорит, он пишется. Первое действие точно такое же. Бросаю сюда копирайт, и все, он у меня вставился, но вставился посередине. Теперь мне необходимо выделить оба этих слоя, убедиться, что у меня вот здесь выделена стрелочка. И сверху у меня есть варианты соотношения размещения вот этой надписи и относительно фона. Ну, либо любых других объектов. Но сейчас у нас всего их два. Первое, я нажимаю вот третью сверху, третью справа, уравнять по низу. Она у меня оказалась внизу. Теперь я нажимаю последнюю, уравнять по правой стороне. Она у меня оказалась вот здесь вот написана. И заканчиваю пресет. То есть теперь независимо от пропорции, квадратная, прямоугольная, какая угодно, у нас копирайт будет вставляться в самый нижний правый угол с небольшими отступами. Единственное, что если вы прописали этот шаблон на фотографии большого размера, там 5000 по длинной стороне, а потом вставить этот копирайт на фотографию 1000 по длинной стороне, то копирайт получится огромным. Но обычно происходит так, что мы с Capture One экспортируем фотографии в большом размере, доделываем все, что нам необходимо в фотошопе, всю корректировку делаем на больших фотографиях. Тут же, если надо, вставляем на эти большие фотографии копирайт. И после этого уже в фотошопе мы сжимаем, делаем вторую папку для просмотра, где фотографии сжатого размера с добавленной резкостью. Но видео по этому есть у меня, как сжимать фотографии. Еще один момент, для чего здесь были эти две точечки. Если бы этих точечек не было, видите, он размещает как раз по низу он уравнял по этой точке и край он уравнял по этой точке, по второй. Если бы у нас не было этих точек, то все действия привели к тому, что копирайт бы по низу уравнялся по началу буквы и вот так по надписи. Это не очень красиво, что она была бы прилипшая. Но если вам хочется, чтобы она была максимально прилипшая к краю, то можно сделать и вот так. Очень важно, еще раз, копирайт обязательно должен находиться в правом нижнем углу, по вертикальной стороне и быть абсолютно незаметным, пока человек не захочет его искать. Иначе это считается уже как дурной вкус и вообще, что попало. А дальше все то же самое. Файл, сценарий и обработчик изображений. Есть еще автоматизация, пакетная обработка, но там нельзя выбирать размер файла и есть кое-какие ограничения. Поэтому оптимальный вариант это именно сценарий, обработчик изображений. И все то же самое делаем. Выбираем папку откуда, выбираем папку куда, выбираем качество сохранения, нажимаем выполнить, идем пить чай. С логотипами все то же самое. То есть нужно заранее создать логотип на прозрачном фоне, подобрать его какой-то размер. Допустим, пусть он будет вот такой. И дальше все будет то же самое. Выделили два слоя и в экшен, в пресет пропишите уравнивать по низу, уравнивать по правой стороне. Также можно поставить небольшие меточки, маленькие, еле заметные полупрозрачные точечки, чтобы у нас он не прилипал к краюшку. Это все тоже очень просто получается. Но на самом деле установка своих логотипов, даже маленьких, это очень так по-колхозному. Если уж вам сильно нужен копирайт, то вот как в прошлом примере, очень маленькие незаметные. А основное действие, это когда вы отдаете подозрительным, не внушающим доверие клиентам, чтобы они не могли украсть ваши фотографии, это вот разместить какие-то водные знаки, чтобы они их смотрели, но не воровали. Надеюсь, было полезно. Пишите, задавайте вопросы, и вы очень сильно поможете, если подпишетесь на канал, поставите лайки. И особенно подписка очень сильно помогает, потому что подавляющее большинство тех, кто смотрит видео, более 60% смотрят его без подписки. Это очень грустно. Всем спасибо. Спасибо.